Матч четвертого тура группового этапа Лиги Чемпионов между Казанским Зенитом и Бельгийским Кнаком получился неоднозначным для команд, но очень насыщенным и интересным для зрителей. Бельгийцы славятся игрой в родных стенах, плюс в отчетной встрече не смог принять участие приболевший капитан Кнака Хендрик Терлингс, а вот Владимир Олег мог рассчитывать на всех своих волейболистов, включая восстановившегося от повреждения Мэтью Андерсона, который и составил стартовую шестерку с Мегапетом, Михайловым Будько, Вольвичем Кононовым и Алексеем Вербовым на позиции лидера. Зенитовцы объективно плохо начали встречу. Мегапет и Андерсон реализовали лишь 2 из 10 атак в первом сете, а команда не забила ни одного мяча после защиты. Гости же завладели преимуществом плюс 4 благодаря игре Верханемана Иван Хитрума. И несмотря на все усилия Максима Михайлова, бельгийцы куражно смогли сохранить этот Винди Кап до конца первой партии 20-25. Мне качество первого на этого Санек взял на себя. Паран там вышел, получилось, не получилось, второй вопрос. Так же интереснее. Надо отдать должное бельгийской команде. Очень собрано они начали, практически без ошибок сыграли и закономерно победили. Команда в таком неком конфузии находилась. Такое ощущение, что час назад проснулись. Поэтому я не знаю, с чем это связано. Либо не до настроя, либо просто такое состояние было. Хорошо, что успели после первой партии сразу собраться и выиграть. Два проигранных сета в родных стенах не понял бы никто. В том числе и сами зенитовцы, которые после смены сторон нормализовали свою игру. Показав 64% атаки и классные действия как в приеме, так и в защите, Александр Будько смог равномерно распределить нагрузку между своими нападающими, которые, в свою очередь, и подводили капитана. 25-18. Хотелось сегодня играть. Прекрасно себя чувствовал. Наконец-то, скажем так, не мешает травма. Наслаждаюсь. Каждая тренировка и каждая игрой несколько месяцев меня мучили более. С такими командами тяжело играть, потому что они очень много скидывают, отыгрываются. То есть, очень много нужно сил прикладывать, чтобы выиграть очко. В третьей партии настало время шоу-тайма от Эрвина Нгапета, который пусть и ошибался, но эффектно обыгрывал соперников в атаке, а также тащил тяжелейшие мячи в защите. 10 ошибок гостей, плюс планы Револьвича и вновь убойная игра Михайлова, предрешили исход партии, по ходу которой, к сожалению, у Зенита вместо Андерсона на площадке появился Сурмачевский. 25-18. Нет, не все в порядке. Ему та икроножная мышца, которая потянута, она не дает ему полного расслабления. Там почувствовал тоже напряжение, поэтому не стоило рисковать. Казанцы играли в своей манере, раскрепощенно и явно получая удовольствие. В итоге Эрвин Гапет набрал 17 очков, а самым результативным вновь стал Максим Михайлов, наколотивший 23 очка при 67% реализации. 25-20 в четвертом сайте и 3-1 в матч. Зенитовцы одерживают четвертую победу на групповом этапе Лиги Чемпионов. Все, кто пришли, получили огромное удовольствие от качества игры, от настроения на команде, от зрелищности этого волейбола, ну и плюс еще и победили. Сегодня очень хорошо, и для нас это важно, чтобы вы нас респектили, и чтобы мы даже победили, но это очень важно, чтобы играть в этот тип игру. Были моменты зрелищные, за счет того, что Эрвин, конечно, шоумен организовал их. Но в целом, наверное, игра больше не понравилась, чем понравилась, потому что было очень много ошибок. Стоит отметить, что этот успех стал для казанцев 27-мым к ряду в главном европейском турнире. Но сейчас команде Владимира Олегна предстоят тяжелейшие выездные встречи с Кузбассом и Белогорьем. В Кемерово команда отправится уже 1 февраля, а съемочная группа ZTV обещает держать вас в курсе всех самых интересных событий, пожалуй, центрального матча всего второго круга мужской Суперли. Субтитры создавал DimaTorzok